всем огромный привет и сегодня мы с вами отправляемся в секонд-хенд на распродажу все по 50 рублей к сожалению вещей уже оставалось немного но от того я думаю что и интересней обуви уже вот буквально оставалось меньше десяти пар и все они были уже изрядно поношены либо не интересны поэтому даже показывать поближе вам их не стало дальше мы с вами перемещаемся в примерочную выгляжу я вот так на мне лонгслив отвеченным из этого же магазина и такие спортивные брюки от гес тоже из этого магазина оставайтесь со мной до конца я обязательно покажу в конце видео покупки и подробно расскажу на примерке у нас будет сегодня много платьев и вот в корзинке там еще всяко разно и начнем с первого платья чем она мне понравилась это платье сделано во франции и как я поняла линейка для беременных женщин она из полиэстера но признаться честно очень приятный к телу полиэстер и в общем-то неплохой такой фасончик моделька но я вот к сожалению не люблю платье без рукава мне кажется мне не очень идет так как руки у меня далеко не худые и в общем-то смотрится в общем мне не нравится как смотрится но в примерке сейчас будет следующее платье тоже с коротким рукавом здесь мне понравился цвет очень красивый яркий насыщенный он такой даже что-то между красным наверное и розовым очень интересный понравился как сделан горловина очень так красивенько можно уложить но вот опять же из-за того что она без рукавов как-то мне не очень но у платья есть подкладка но тем не менее все равно тонковатой и вот белье просвечивать здесь обязательно нужно какое-то корректирующее белье бренд кстати говоря синтезис если правильно произношу это испанский бренд тоже по моему полиэстер бирк срезан но я думаю что это полиэстер и еще понравилось мне вот такое платье своим фасоном дизайн такой я даже не знаю как назвать очень интересно это горловина сделано сзади она на молнии такого плана знаете вот как будто она вышитая да вот вышивка на нем сделано мне кстати был такого же плана плед такой же расцветки вот и в общем там она от британского бренда club l бренд основан был в 2008 году и что самое интересное сделано она тоже в юкей то бишь в британии в общем-то она мне понравилась не знаю почему не взяла если честно вот коротковато мне показалось на тот момент в примерке мне показалось что она коротковато хотелось бы подлиннее и следующее платье она ноу-нем все бирки срезаны не знаю ни бренда ни состава очевидно что это хлопок скорее всего может быть с небольшим примесем там полиэстер или ластана неплохое платье тоже но тоже короткая для меня и тоже под него нужно корректирующее белье а так в принципе неплохое состояние тоже хороший еще очень мне понравилось вот это винтажное платье от бренда есика я вообще очень люблю их винтажные вещи мне много раз попадались джемперы платье тоже попадались и очень жаль конечно что но не моего размера да это полиэстер но цвет просто невероятный красивый яркий на лето просто супер вот это вот спинка я сейчас вам показываю на на пуговицах и видите материал такой матовый с блестящим скомбинирован скажем так далее покажу вам вот такой ну это не комплект просто я решила примерить эти вещи вместе давайте пожалуй начнем с блузки блуза от томас рад это немецкий дизайнер и в общем то вне ничего примечательного нету кроме этого красивого насыщенного цвета а так это полиэстер по составу но кстати вещи у этого дизайнера не дешевые здесь больше наверное интересны брюки брюки висели в женском отделе но я думаю что они мужские и когда я их обнаружила сразу обратила внимание на качество так как вот даже на ощупь было понятно что это шерсть и качественной шерсть и очень красивый правильный пошив но никаких бирок к сожалению не было поэтому уже в примерочные я начала рассматривать их может быть думаю хоть где-то какая-то бирочка будет в кармане там или еще что-то но нет бирок нет только лишь брендирована подкладка спереди и они оказались от бренда ланвин или на французский манер ланван в это модный дом основанный жанны ланван в 1889 году представляете я обожаю этот бренд у меня было винтажное платье я его сейчас уже продала очень люблю винтажные вещи данного бренда и брюки конечно шикарные и сшиты как и ткань сама в общем то и удивительно да что они долежали до последней цены можно сказать я их купила я не знаю что мне делать с ними попробовать перешить под себя или нет это очень трудоемкий процесс и не дешевый и вещь портить не хочется если вдруг что-то пойдет не так но за 50 рублей я не могла их не взять поэтому напишите пожалуйста в крем в комментариях как вы считаете пока я болтала уже показала вам в примерке такую блузку от шейни ничего интересного нет за исключением фасона дальше следующая блуза вот эта блузка мне понравилась гораздо больше предыдущий и такой принт расцветка тоже очень интересная но она мне к сожалению большевата и я тоже уверена что это полиэстер поэтому не не стала ее братья вот если она была из вискозы предположим то тогда да другое дело вот а так очень давно приятный надо отметить что полиэстер относительно приятный был к телу дальше примере в такое боди слабонервному просьба удалиться от экрана вот я никогда их не носила но девочки которые носят говорят что удобно вот напишите пожалуйста вы носите боди удобно это или нет это кстати киаби бренд имбирг составом срезан но я уверена что это хлопок с возможно небольшой примесью эластана брать его тоже не стала следующая кофта или толстовка она от там знаете такой есть американский сериал гилмау и у компании warner brothers есть интернет-магазин в котором можно купить как раз вот мерч по данному сериалу такого плана толстовки где-то стоит в районе 50 долларов я посмотрела но мне показалось что она мне маловато поэтому я тоже брать ее не стала еще понравился вот такой вот жакет или пиджачок итальянского производства в составе есть 6 ноут к сожалению мне казался маленький и вот такой вот кардиган еще приглянулся мне он от итальянской компании линея донна которая была основана в 1959 году неплохая на самом деле вещь я думаю что это винтаж потому что бирка составом уже подстерта но все равно можно разглядеть что есть 56 50 процентов шерсти составе вот что хочу сказать все неплохо были катышки естественно это не проблема но мне не очень понравились вот эти карманы они как-то вот отвисают что лили утяжеляют данный кардиган вот я вам показываю что 50 процентов шерсти есть составе что же на этом все спасибо большое за просмотр за ваши лайки за комментарии подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал ссылочка будет под видео в описании и не переключайтесь дальше я вам покажу свои покупки которые делала ранее покажу вам покупки которые не вошли выпуск в том числе и давайте начнем с брюк вот этих брюк которые вы видели в этом видео в общем то я уже показывал их достаточно подробно в секонд-хенде и на себе тоже сейчас я их уже постирал вот они еще мокрые не высохли ну в том что это шерсть у меня сомнений никаких нет потому что после стирки вот она именно так и выглядит я уже стирала шерстяные брюки и вот прям в общем то выглядит она именно так после стирки ну собственно и на ощупь тоже тончайшая шерсть классные брюки но вот я все-таки не знаю еще сомневаюсь если смысл их переделывать или можно просто испортить вещи и в общем то не знаю посоветуйте как вы считаете но в любом случае 50 рублей это не деньги я их забрала не решил что с ними делать в общем-то продам вот так что ну собственно все что по поводу них еще можно сказать кстати подкладка имеется только вот здесь спереди вот она брендирована ему я уже показывал в магазине а вот эти вот буковки они как будто бы вышиты то есть все так классно качественно сделано брюки в общем очень жалко что не мой размер я бы наверное прям вот носила бы с удовольствием так дальше с брючками все дальше то что он в чем я была одета в видео это эти спортивные штаны от гес покажу вам тоже они кстати тоже еще постирала вчера еще не высохли что могу я про них сказать классные спортивные брюки брала их на завозе за 1200 они обошлись ну вот хочется мне что-то сейчас подобного вернуться в спортивный стиль возможно на недолгое количество времени поэкспериментировать в общем не знаю понравились очень сильно и решила я взять не дожидаясь никаких скидок было вот здесь такое вот желтоватое пятно кислородный пятного водитель справился за 10 минут и в остальном состоянии идеально мне очень нравится вот эти вот вам пасы у них так красиво сделаны вот но опять же на счет 5 но вчера на дело буквально один раз и уже от ботинок грязь налетела и вот на быстром режиме уже не отстирывается нужно заново в кислородном стирать в общем то по составу на моих бирка срезаны но посмотрела на сайте 75 процентов хлопков составе стальной полиэстер так то в принципе они очень такие приятные к телу неплохие и вот этот лонг слив который тоже на мне был в видео мне кажется неплохо смотрится с этими штанами он от и чем дым стопроцентная вискоза абсолютно новый за 100 рублей купила на распродаже я обожаю на распродажах покупать такие вот базовые вещи типа джинсы ну в хорошем естественно состоянии ли вот такого плана кофточки новые это прям очень здорово кстати в районе груди вот здесь есть подклад чтобы бюстгальтер не просвечивал очень удобно нравится мне почему бы нет базовая вещь за 100 рублей который поносил и забыл скажем так и еще одна моя покупочка эта сумочка я показывала ее уже в коротких видео кстати как этот комплект одежды но решила и здесь еще показать сумка мне не попадаются очень редко мне встречаются какие-то хорошие сумки в секундах можно сказать от слова совсем если я пару раз наверно два-три раза находила кожаные сумки но это совершенно был не мой фасон не то состояние так далее в общем я покупаю сумочки также у девочек кто занимается при продаже секонд-хенда и вот такую малышку я нашла увидела девушки в телеграм-канале которая перепродает секонд классный мне на прям так понравилось и как увидела думаю блин вроде бы классика до маленькая черная сумка а за счет вот этого скажем так принта выглядит очень необычно и интересно я подумал что в принципе почему бы и нет такой вряд ли у кого-то еще встретиться бренд лулуги на сумке данного бренда не дешевые на сайте официальному продаются и по 200 евро и если на скидках то это там 80 евро я думаю что это винтажная модель поэтому в продаже есть естественно ее сейчас нет но тем не менее мне она очень понравилась здесь вот тоже бренд написан и очень милая даже замочек посмотрите с буковками очень классная в общем почему бы и нет так что вот такие вот у меня покупки спасибо вам большое за просмотр пишите что вам понравилось что не понравилось и с удовольствием пообсуждаем это в комментариях пока пока до новых встреч